Здарова! С вами настольный сюр. Я соскучился. Целые большие выходные прошли, новогодние, и я возвращаюсь. Рад вас всех снова видеть, ведь это какое-то шоу о настолках. Экшен или экшен. И знаете, мне всегда тяжело с каналом уходить в отпуск, уходить на какие-то большие праздники, потому что каждый раз цифры летят к чертям. Просмотры, подписки, ну, раньше монетизация, сейчас уже и черт бы с ней, но, в принципе, всегда был какой-то негативный флер от того, что я, да, уходил в отпуск, давал себе отдохнуть, и потом какие-то там несколько месяцев приходилось наверстывать все это. Но в этот раз, благодаря вам, ну, видимо, благодаря отложенным роликам, видимо, благодаря двум топам, вы сделали невозможное. Мало того, что вас не уменьшилось, и цифры не упали, они выросли до таких высот, которых у меня никогда не было. И это офигенно. Рад приветствовать всех новичков. Вас за этот период, повторюсь, было много. Всем рад, добро пожаловать. И, если что, экшен или экшен, это рубрика, где я рассказываю про настолки, про новости, про какие-то свои личные канальные переживания, про какие-то скандалы, интриги, расследования из мира настолок. То есть такой условный соло-подкаст. Здесь нету большого продакшена, нету, не знаю, какого-то крутого монтажа. Здесь я просто сижу и общаюсь на интересные темы, которые, ну, надеюсь, интересны многим. Ну, судя по просмотрам, интересны многим. Короче, всех люблю, всем рад. Погнали! Перед Новым годом я спрашивал вас, что вы предлагаете сделать с обзорами, потому что их стало слишком много, и я как-то утомился их снимать, и думал, может, выкинуть плюсы-минусы, потому что субъективное мнение, которое многим неинтересно. Возможно, потому что стоит убрать компоненты. Но, судя по вашим отзывам, судя по вашим комментариям, ничего менять не надо, всё хорошо, и нужно только улучшать, а не резать. Потому всё сохраняем, как и раньше, да, но постараюсь, да, сократить количество. Наверное, в январе из-за отпуска получится не так хорошо, как планировалось в этом плане. Им будет много обзоров. Ну, возможно, для кого-то и хорошо. Но с февраля точно начнём, так сказать, делать мощный новый контент, разнообразный. Прошли новогодние праздники, новогодние каникулы, потому каких-то громких событий не так, чтобы много было. Все отдыхали по всему земному шару, но я смог чего-то наскрести. Во-первых, приятная новость, скоро будет второй Games Day. Большая игротека в Москве бесплатная 10-11 февраля. Ждём, через месяц будет игротека. Также в феврале нас порадует Dungeon Fest. Это фестиваль, так понимаю, в первую очередь для НРАшников, да, для любителей ДНД, Pathfinder и же с ними. Но там обещают и игротеку, и продажу настольных игр, потому там тоже можно отовариться, там тоже можно попробовать различные новинки, следите за новостями событий. И вот Dungeon Fest будет 24 февраля. То есть февраль будет такой богатый на фестивале для москвичей. Это хорошо. Вернёмся к топам, вернёмся к итогам года. И там несколько человек, видимо, не так давно смотрящих мой канал, возмущались, пытались сорвать покров и уличить меня в очередной продажности и прочим с формулировкой «Паша, а вот ты топил так активно за зверя, так топил за гегемонию. Почему же они у тебя не попали в топ года? Как так получилось?» Ребят, всё очень просто. В «Зверя» впервые я поиграл в 2021 году. То есть если вы откроете топ 22 года, вы там снова встретите вопросы про зверя. И то же самое с гегемонией. Но в гегемонии я сыграл в 22-м. И, по-моему, как раз-таки в топе 22-го у меня гегемония была, если не ошибаюсь. Вот. То есть никаких подковёрных игр нету. То есть мне нравятся эти игры, я обожаю их. У меня опять упала лампа. И поэтому они как бы должны быть в топах моих любимых игр. Но в топах года нет, потому что это топ новинок этого года. Но со зверем, в принципе, получилось некрасиво, потому что я попробовал его в 21-м. Почему-то, я чёрт знает, уже не помню почему, я решил не добавлять его в топ 21-го. Видимо, потому что тогда ещё игра физически не вышла. И был только модуль в TableTop Simulator. В 22-м, когда я делал топ, я забыл, что зверя в 21-м не было. И не добавил в 22-м, думая, что он был в 21-м. Ну, а в 23-м ему и не было места в плане того, что, ну, я давно уже в него попробовал. Даже миниатюрки сделал для него. И я удивлён, но никто вроде не спрашивал, но я отвечу, какие игры были очень близки к топ-10. Какие я, так сказать, со слезами на глазах выдирал из топ-10. Это Спящие Боги, это Эвергрин и это Ктулху Смерть может умереть. Вот эти игры тоже были клёвыми за этот год. Прям вот могли смело войти в топ-10. И, возможно, они заслуживают там места. Но вот я вот по своим тараканам в голове их не добавил. Прямо сейчас разворачивалась драма в группе от Гаги. Гага сделала, в принципе, клёвый движ по поводу новогодних праздников и по поводу настола, которые у нас залежались и давно, которые мы не открывали. Суть какого-то условного челленджа была в том, чтобы каждый день играть в новую настолку, а условия, в какую настолку играть, выбирала Гага. И там были ограничения по количеству компонентов, по количеству игроков, по тематике и так далее. И вы должны были каждый день, да, играть в какую-то игру, присылать фотографии для отчёта. И все те, кто продержались 10 дней, должны были получить 2024 бонуса на сайт Гаги, которые можно было потратить на покупку игр. И это клёвое начинание, клёвая движуха. Я аплодирую Гаги. И много восторженных отзывов было в процессе. Но вот последнее задание, ну, многих подкосило. И некрасивый моментик, я соглашусь в некоторой степени, от Гаги, что все ограничения, что были для последнего дня, подходили для сырного переполоха. Да? И да, я понимаю негодование людей, потому что вот, мол, так и так, Гага специально сделала такие жёсткие критерии в последний день, чтобы, ну, нужно было покупать, а где-то это физически пока невозможно, игру, издательство. Вот какие Гага плохие и злые. Но, с другой стороны, в комментариях нашли, по-моему, больше 10 на столах, которые подходят под критерии, которые, да, Гага огласила. У меня, по-моему, не считая сырного переполоха, только картографы, правда, были из этого списка, но всё равно. Игры как бы не новые, игры тоже можно было реально найти. И всё же, да, ключевой момент всё же этой движухи, мне кажется, это не попытка срубить 2024 бонуса, а хорошо провести время с семьёй, с друзьями, стереть пыль из каких-то старых настолочек, и приятно провести время. Потому, ну, не стоит злобно с вилами и факелами идти на Гагу. Всё-таки есть альтернативы, и самоцель всё же не раздавать деньги направо и налево. Ну, это приятный бонус, но не самоцель. И давайте уже перейдём к основному блоку сегодняшнего экшена. Это анонсы издателей. Да, я с вами не обсасывал ещё мир хобби, лавку и Гагу, собственно. Я не буду про каждую игру высказывать своё мнение, потому что про какие-то я вообще ничего не знаю, и оно вообще никак меня не трогает, но про какие-то отдельные элементы выскажусь, про какие-то крутые анонсы и заинтересовавшие меня расскажу. Раз уж заговорили про Гагу, давайте с неё и начнём. И у Гаги были, наверное, самые ожидаемые анонсы для меня, там была парочка, которые меня удивили, но в массе своей я их ждал, потому что многие из них — это дополнение, вторая часть и продолжение нашумевших хитов у Гаги. Во-первых, моя любовь, благодарность и счастье. Спасибо Гаге, что они привезут их. Ну, это было, наверное, ожидаемо. Дополнение для Буллета. Блин, две новые коробки, новые персонажи. В ТТС они уже есть. Я всё никак не попробую, надо наверстать. И здорово, что они будут на русском. Это лайк. Дальше. Орлеан. Для Орлеана будет новое дополнение и спин-офф Орлеана. И Орлеан тоже офигенный бэкбилдинг. Наверное, один из моих самых любимых, если не самый любимый. И вот новое дополнение украсит прекрасную игру. Это здорово. Спин-офф Орлеана. Я уже не помню, по-моему, я про него рассказывал. Он там, по-моему, кооперативный. И вы уже отстраиваете город вместе. Посмотрим, когда попадёт в руки. Но, опять-таки, к Орлеану слишком большой кредит доверия, потому я думаю, что и эта игра будет хороша. Далее Гага привезёт Мицелию. И тема мне приятная. Не могу сказать, что близкая, не то чтобы я сильный грибник, но приятно, прикольно. Хотя тема с грибами в последнее время как-то много где прослеживается. Мне кажется, в Ласт оф Аси... Ну, вообще, я имею в виду в настольном мире, в настольных играх, потому что вот от Элизабет Харгрейф мы ждём, потом была Лесная Пушка от Стиля Жизни, вот ещё и Мицелия. В принципе, со стороны выглядит красиво, эффектно и прикольно. Но вот, к сожалению, все мои товарищи, кто играл в модуль в ТТС, как-то не очень лестно отзывались о грибах и говорят, что в их партии хотели побыстрее свернуть её, что не сильно хорошо характеризует игру. Но вот, зная определённые, так сказать, критерии, по которым люди оценивают игры, и вот нарвавшись недавно на отзыв о племенах Ветра, которому я довольно сильно доверял, и потому не сильно хотел пробовать племена Ветра от Эврикуса, а недавно попробовал и влюбился. Это обалденная игра. Племена Ветра меня пленили просто офигенно. Я не понимаю, почему человеку это не нравилось, а я знаю его реакцию, думал, ну, наверное, мне тоже не так, что понравится. Наверное, просто, ну, такой неплохой проходничок. Ни черта. Ну вот. Короче, не слушайте чужие мнения, даже мои. Слушайте, но не принимайте на зачистую монету. Думайте своей головой и своими эмоциями. Чувствуйте свое сердце. Короче, да, вот в Мицелию надо поиграть, потому что хоть и отзывы я слышал пока не самые лестные, но, возможно, мое мнение будет другим. Следующие два анонса, конечно же, были ожидаемые. Все очень надеялись, что они будут. И благо, свершилось. Будет локализация Unmatched'а всех ныне анонсированных. Да, то есть будет и японская коробка, и ведьмачьи коробки, и грядущая, да, коробка с Шекспиром, и... Вечно забываю имя. Клепальщица Роузи, да, по-моему, так она как-то называлась. Короче, женщина с агит-плакатов американских. Вот. Шекспир мне не сильно импонирует, на самом деле. Его наличие. Он прям какой-то, ну, слишком небоевой персонаж. То есть если Гудини хотя бы боксом занимался и был в хорошей форме, то Шекспир кажется, ну, несколько неуместным в боевом противостоянии. Но посмотрим. Возможно, будут прикольные механики. Вот. А клепальщица Роузи, назовем ее так, возможно, я не прав, звучит забавно. То есть персонаж с агит-плакатов. Чего бы нет. Ведьмаку очень рад, да. Это очередная франшизная история. Я так понимаю, не очень большая. То есть две коробки и все. Но я рад. Ведьмака люблю. Читал, смотрел. К сожалению, читал, смотрел, играл. Вот. Короче, ждем Ведьмака. Было опасение, что, как и Марвел, не дадут локализацию. Но я слышал, что Ресторейшн Геймс запретили локализацию Марвел Unmatched'а в принципе. То есть не только в России, а вообще в мире. То есть он был только на английском, и все. На французском, немецком, других языках не было Unmatched'а Марвела. И я так понимаю, это сильно ударило по финансовому благосостоянию Ресторейшнов. Ну, в плане того, что они сильно недополучили денег. Потому впоследствии они ищут и искали, видимо, нашли Ведьмака, с позицией, что можно делать локализацию по всему миру. Вот. С Ведьмаком, правда, была опасность, что весь мир, кроме России. Но, видите, договорились. И это замечательно. Гага локализует Мордреда. Темную лошадку от Coolminior Not. Да, контроль территорий. Артуриана. Эдриан Смит все рисует. И это офигенный плюс в копилку игры. И визуально выглядит ничего. Но повторю свои опасения из одного из выпусков, что на старте кампании не было персонажей Артурианы известных. Не было модуля в ТТС. Были только правила. А обычно Coolminior Not всегда дают модуль, чтобы можно было попробовать. Не дали, были какие-то звоночки, были настороженные мысли. Но посмотрим. Короче, Мордред пока темная лошадка, в которую я хотел бы верить. И последний анонс, который меня заинтриговал, это Defenders of the Wild. Очень приятный визуал, очень приятная тема для меня. То есть лесные жители сражаются с механическими захватчиками. С индустриализацией какой-то. И кооперативная игра в приятном оформлении. Чё бы нет. Меня, правда, смущает, что визуально это напоминает мне лесные приключения. Но надеюсь, таких косяков там не будет. Переходим к лавке игр. И лавка активно взялась за Chip Theory Games. За издательство, что издаёт игры со специальными такими покерными фишками. С различной иконографикой. И вы играете именно этими фишками. Не миниатюрками, не стендиками. А именно фишками, которые, как правило, имеют целую горку фишек под собой в виде их здоровья. Очень необычный подход. Необычно играется. Очень кайфово по киноэстетике. И вот много новых анонсов от этого издательства. Собственно, ждём продолжения Гопломахуса. Гопломах... Фу, Гоплом... Короче, Голомаху мы ждём ещё с прошлого года основную коробку. Это же Голомаха Викторум. Она, по сути, в том же сеттинге, с той же боевой механикой. Но кампания здесь присутствует. Здесь есть прокачка персонажа, его развитие. Плюс она более мифологическая, нежели оригинальная игра. Короче, интересно. Twenty Strong — странный проект, описание которого я до конца не понимаю. Но звучит интригующе. Потому что это уже карточная игра с кубами. С какими-то простыми адаптивными правилами, которые можно, как бы, нанизать на различные системы. И там уже заявлены карточные наборы для Too Many Bones, для Голомахи и для их нового грядущего проекта. Короче, пока ни черта не понятно, но очень интересно. Pirch. Очень необычное описание, которое я прочитал к игре, учитывая ее визуал. Это вроде агрессивный поджигательный контроль территорий. Который выглядит как миленькая, такая вечерняя или утренняя, не помню, что там на обложке, картина с птичками. И вы будете играть за птиц, да, и заниматься жестким противостоянием. Я такое обожаю. Я обычно называю игры с мразями. То есть, когда все выглядит очень миленько, лампово, а по итогу вы вот таким занимаетесь всю игру. Бьете, мешаете, поджигаете друг друга. Обожаю. Короче, внезапно, когда я вел картинку, я думал, что опять-таки, ну, что-то такое не для меня. А по итогу я прямо очень заинтригован. Следующая игра, меня приятно удивили, что ее взяли на локализацию. Это Дракула против Хелсинга. Игра, по-моему, получила от меня хорошие отзывы в итогах месяца. И, по-моему, я ставил ее в топ-10 нелокализованных дуэлик. И неспроста. Очень красивая, очень лаконичная, очень интересная игра дуэльная, карточная, где вы ставите карточки друг против друга, и важно, где какая карта расположена. И у каждой карты свое свойство, и вы разыгрываете карты по одной, пытаясь перебить, так сказать, контроль территорий в городе. И Дракула должен покусать побольше жителей, а Хелсинг должен снести Дракуле всей его жизни. Очень умная, камбушная, красивая, стильная, лаконичная игра. И здорово, что она будет на русском. Есть на BGA, можете попробовать. Главная бомба анонсов от лавки, на мой взгляд, это, конечно же, Phantom Inc. Столько дифферамп, столько эмоций этой игре уже высказано. Это обалденная пати игра, которая каждый раз играется по-разному, которая каждый раз дает новые эмоции. И она настолько крута, что у нее есть PNP, русская версия, уже довольно давно, которая покоряет все кэмпы. Английская версия покоряет все кэмпы. Короче, это обалденно, что она будет на русском официально. И, блин, вот я просто визжал, когда узнал, что лавка привезет эту замечательную игру. Просто Phantom Inc. это здорово. Офигенно. Ну, я не буду повторяться по правилам, у меня есть отзыв об игре. Оно того стоит. Просто клево, здорово, что у нас она появится. И еще одна очень приятная для меня новость, что лавка, ну, наверное, ожидаемо, издаст Now or Never. Сейчас или никогда. Очередная игра от Райана Локета. Да, это идейное продолжение выше, ниже, дальше, ближе. И это здорово. То здесь вы будете уже отстраивать свою деревушку какую-то и отправлять жителей путешествовать, при этом защищая их от различных странных монстров. Короче, надеюсь, Райан снова не подведет. Обожаю все его игры. Каждая дарит какой-то уникальный геймплей, какой-то гениальный, уникальный опыт. И еще его такое наивное, немножко корявенькое визуальное исполнение мне всегда заходит. Короче, здорово. Я, честно говоря, думал, что будет анонс этого Creature Caravans. Но вот был анонс Now or Never. Но, в принципе, я рад любой игре от прекрасного Райана Локета. Ну и завершим это Миром Хобби. Они тоже много всего анонсировали, но там меня, честно говоря, не так много чего зацепило. Во-первых, это Место преступления. Обожаю серию, обожаю эти детективные игры. Обалденно. Одно из лучших игр с приложением, с телефоном, с планшетом. Обожаю. Повторюсь, да. Клевый детектив. Если не играли, попробуйте. Обалденно. Хоббики привезут Thunder Road Vendetta. И да, я добавил ее в топ разочарований. И сам я не фанат игры. Но я признаю, что игра крутая. Я признаю, что она многим зайдет. Многие ее ждут. И локализация это, в первую очередь, дешевая доставка. Как-никак. И это здорово, что Vendetta, эталонная такая современная Амери Трэш игра, будет на русском языке. Это клево для рынка, но довольно проходная вещь для меня, к сожалению. Но рад за вас, если вы ждали. Анонсировали целый ворох продолжений для предназначения. И, блин, это вот тоже большое разочарование, ну, по-моему, прошлого года. Потому что интересный мир, клевый продакшн, интересные, жуткие, пугающие квесты такие, прям, dark fantasy. Но два ключевых момента для меня просто рушат всю игру. Это сама идея гонки в этой игре. Это вот примерно как в Fallout. Тут система ПОшек еще более-менее, ну, местных ПОшек. Но сама концепция, что вы исследуете мир, вы исполняете квесты, вы пытаетесь проникнуться атмосферой. И все это на скорость. И кто-то не успевает доделать квесты, игра заканчивается. Кто-то не успевает, там, прийти к финальному триггеру, игра заканчивается из-за другого игрока. То есть мне на этапе концепции это не нравится в принципе. Но это ладно, это, возможно, вкусовщина. А вот второй момент, с которого я сгорел, это то, что один человек узнает, что вон там в колодце можно, не знаю, колечко достать. И нужно дойти до колодца, зачерпнуть воду и найти колечко. Причем эта опция в приложении появляется только если поговорить с этим персонажем. И он расскажет, что потерял колечко. И другой игрок, который ближе к колодцу, который не общался с тем персонажем, может прийти к колодцу, повзаимодействовать с ним и достать колечко. Вот это просто нет слов. Вот этот момент игры, я, честно говоря, так и не понял, это косяк игры или косяк адаптации приложения. Но, по-моему, я прокликивал в свое время и русскую, и оригинальную версию, и моделировал ситуации, когда один персонаж узнает, открывается триггер, и второй с этим триггером взаимодействует. И получает все лавры. Это, блин, неправильно. Учитывая, что у вас есть приложение. Да даже без приложения это можно логично и довольно легко реализовать. Ну, чтобы, получив информацию, ты получал карточку с ключевым словом. А с ключевым словом можно было бы повзаимодействовать с колодцем. Ну, блин, это реализовано в куче настольных игр. Почему здесь так коряво, я не знаю. Ну, короче, вот предназначение вот из этих двух пунктов рушится. В остальном, как будто бы там огромнейший потенциал. Обидно. Примерно у меня эмоциональная ситуация схожая, как с Мордредом. Это Трудванг Леджинс. Игра, которую отрисовал Пол Боннер. Это тоже один из прекраснейших художников с офигенным стилем. Это уже игра-компания, которую рекомендуют играть соло или двоём. То есть игра будет про ваше такое скандинавское путешествие. Вы создадите свою сагу и реализуете себя в будущих мифах. Короче, интересно, но пока тоже не очень понятно. Буду ждать, хочу попробовать. Поживём, увидим. Слухи о том, что мир хобби привезёт Малифо в Россию, всё сильнее и сильнее. Ну как, слухи там даже, по-моему, нашли уже заливающиеся товары на прилавке магазинов. При этом, да, и будет локализация Вагрансонга. Игры от создателей Малифо от Weird Games. И это кооперативная игра с прикольной системой триггеров. И это босс-баттлер. То есть игра, где вы должны биться с боссами и ничего кроме этого. И визуально она отсылает к старым мультфильмам, к Апхеду, к Таунс Фулк Таслу. И вот первая миссия мне безумно зашла. И я играл её с Тимуром с Натолог Лайф. Правда, потом Тимур играл без меня и допрошёл всю игру. И разочаровался тем, что она никак не развивается. И вы, как персонажа, особо не прокачиваетесь. И, ну, не чувствуете новых опций. И вот это печально. То есть я сам дальше первой миссии не ушёл, которая мне понравилась. Но вот на долгой дистанции чёрт его знает, как там игра себя поведёт. И что на самом деле меня приятно радует, что самый крутой анонс для меня от мира хобби, это отечественный анонс. Это чёрная книга. Есть такая компьютерная игра, основанная на славянской мифологии, на коми-пермятской мифологии. И очень атмосферная, очень стильная, очень, короче, клёвая игра, оригинальная. И вот вместе с авторами хобби переносит её на настольные рельсы. И это здорово. И вот её я жду больше всего в этом году из вот грядущих анонсов. Короче, пожелаю ребятам удачи. Да и в принципе это всё. Сейчас даже особо предзаказов не идёт, только чудеса света от лавки. И вот чудеса света я, к сожалению, не попробовал. В руках подержал коробку и отдал следующему блогеру, потому что к Новому году не успевал совсем. И жалею немножко, потому что в колуарах, так сказать, тет-а-тет, собратья-блогеры рассказывали, что это обалденная игрушка, офигенный градостроительный симулятор. Но со стороны на самом деле так не выглядит. Но, возможно, нужно поиграть. Возможно, такое впечатление ошибочное. Но по отзывам всем заходит. И по оценкам прям будь здоров. Да и Ставр прям хорошенько оценили. Возможно, надо будет ещё поклянчить у лавки. А на сегодня буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что послушали, посмотрели. Спасибо, что досмотрели досюда. Поставили лайк. Подписались на канал. Вы это в последнее время делаете очень хорошо. Спасибо вам огромное. Пишите комментарии. Что ждёте в этом году больше всего? Какие вам анонсы понравились? Чего вы прям жаждете? Ну, я жажду. Ну, немножко умеренно ваших подписок на Бусти. Как сделали вот эти прекрасные люди, подписчики. Бустеры мои хорошие. Спасибо им огромное за поддержку канала. А на сегодня будем прощаться. Всё. Не скучайте, не болейте. Играйте сами, играйте с нами. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин